Здравствуйте, дорогие друзья! А мы продолжаем освещать Панинское дело, нашумевшее дело с полковником или подполковником, честно говоря, я уже не помню, с Ситниковым. В общем, мы опять в Панино и сейчас идем в прокуратуру Панинского района. Если вы смотрите этот сюжет и еще не знакомы со всей ситуацией, то предлагаю вам посмотреть предыдущий выпуск. Вам он понравится, поверьте. А вы у нас кто? Начальник отдела, вы меня снимаете? Да. Я запрещаю вам меня снимать. Панин, скажите, вы хоть представьтесь для начала. Начальник отдела, подполковник полиции, Ситников, выключите, пожалуйста, камеру. Ситников, то есть вы виновник торжества, так скажем. Я не знаю, в чем меня обвинять, выключите, пожалуйста, камеру. Мне одели наручники и повели меня в камеру. Я абсолютно не понимала вообще, что со мной происходит. При этом мы вызвали скорую помощь. Я же сказал нет. Это требование уже. Так, на чем оно основано? На основании закона о полиции. Удостоверение можно ваше посмотреть, так как вы ко мне обратились? Конечно, конечно. Предоставьте. Сейчас предоставлю. Нет, прямо сейчас же. Придя ко мне, он мне сказал, что твое место давно продано. Тебе нужно уйти с работы. А вот я хочу тебе помочь. Напиши явку с повинной. Вы пилите контент свой, да и все, чтобы деньги рубить. Вы мне здесь его покажите. Вы мне здесь подошли, предъявили требования. Вот что, все, удостоверение. Вы отказываетесь предъявлять? Вы отказываетесь предъявлять удостоверение? Я вам вопрос задал. Я уже только тогда поняла, что из меня выбивает эту явку с повинной. Я, естественно, сказала, что я ничего писать не буду до встречи с адвокатом. Так я прошу, тогда сходите туда, принесите мне и предъявите его. Я жду, ожидаю. Меня вновь подняли в кабинет к начальнику Панинского ВД Ситникову. В своем кабинете он предлагал мне сдать кого-то из руководителей вышестоящих организаций, сдать кого-то из руководителей образовательных организаций района. И говорил, и будем жить с тобой в шоколаде. Так, Ситников Николай Алексеевич, начальник отдела МВД России. Отлично. Но почему нельзя было сразу так сделать? Ну, она в бушлате же меня. А почему вы говорили, что она вас с тобой? Я же не кажу в бушлате. Ну, вы, ну, человек, игра слов. Зачем это нужно было? Пока никакие порциональные действия не прошли. А не надо, нет. Вот мы сейчас проведем следственные действия. Нет, нет, нет. Но дошло уже до угроз моему сыну. И в тот момент, скажу честно, немножечко я запереживала. Даже вот до такого мерзкого дошло. Когда они сказали, что мы знаем, что ваш сын является сотрудником полиции, но не этого района, а соседнего. И у него могут быть проблемы на службе. Вот, ну, вы понимаете, как мать. Конечно, я напывалась. Очень сильно испывалась. Мне это было сказано в лицо. Предлагали вам сказать то, чего не было, для того, чтобы осудить. Да, я говорю, вы скажите, что Лариса Анатольевна вас заставила. Ссылка на видео в описании. Дорогие друзья, не забывайте смотреть видео до конца. Это очень важно. Ведь чем больше вы смотрите, желательно полноценно от и до смотреть видео, чем дольше вы смотрите, еще раз повторюсь, это очень сильно влияет на продвижение конкретного ролика. А именно, попадание в рекомендации. Как вы можете нас поддержать? Конечно же, поставить палец вверх. Написать обязательно комментарий. Ваше мнение обязательно оставьте внизу под видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. А самое главное, не забудьте распространить этот сюжет максимальному кругу лиц. Здравствуйте. А как бы нам прокурора увидеть Панинского района, жалобу подать? Ну, это вот приемная. Приемная, да? На прием. Здравствуйте. На прием к прокурору как бы нам попасть? Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь ко мне, Михаил Иванович. Как нас представить? Наверное, адвокат и общественник. Прям даже. Как же нас представить? Нежнодушные граждане. С жалобой. Здравствуйте. Вы нас примете? Да, обязательно приму. Только действующий порядок прием у граждан не предусматривает видеофиксацию. Вы можете зайти. Я вас приму, но без... Видеозаписи. Видеозаписи. А если не предусматривает, то есть запрещено? Ну, вы сами знаете ответ на этот вопрос. Давайте без видеозаписи. Ну, это ваше пожелание. Пойдем, Николай, проходи. Да, маска, перчатки обязательно. Перчатки – это рекомендация. А маска обязательно. Здравствуйте. Меня зовут Николай Иванович. Я представляю интересы гражданки Тилкова и Санатова. Присаживайтесь. Ага, да. Пришли мы к вам. Я попросил меня заниматься. Я услышал вас. Пришли мы к вам вот, собственно говоря, по какому поводу. С жалобой в порядке ст. 124 на постановление о сбуждении уголовного дела. По моему мнению, уголовное дело было возбуждено. Вы мне уже не застаете? Вот где-то где-нибудь есть. Какое дело? Уголовное. Ну, ваше паспортное дело. Есть ли время, конечно? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Мы пришли к вам, наоборот, за помощью. Вы, как надзорного органа. Мы шли. Здесь реальный беспредел сотрудников полиции, со стороны сотрудников, прессин. Поэтому мы хотели бы, чтобы вы разобрались в этом деле, как надзорный орган. И все-таки там, однозначно, там просто отмена возбуждения уголовного дела. Ну, ты, опять же, по-нашему мнению, начинаешь даже с момента задержания. 327-я статья, первая часть. Лариса Анатольевна, как бы, живет на территории, точнее, работает на территории по АНД, не скрывается. Сама пришла в отдел полиции. Зачем брать и задерживать человека на ровном месте? С учетом того, что она раненая и судимая, те, чаще, даже обстоятельств никаких нет. Чтобы придать ей статус таким образом? Или чтобы все-таки запугать ее как-то? Насколько неизвестно, уже было принято решение прокуратуры по данному поводу? Какому именно? По поводу задержания. Что оно было законно, обоснованно? Ну, проекта проводилась, да, давался ответ. Но, насколько мне известно, там был другой адвокат. Все верно. Да, Ушаков написал. Но Ушаков не указал часть обстоятельств объективных. Ну, а как вы считаете, ну, мнение отражено в том, что прокуратура считает, что законно без задержания. То есть, я так понимаю, вы, соответственно, так и считаете? Продолжаете так считать? Да, давайте, знаете как, вы являетесь участником в данном уголовном отделе? В данном уголовном отделе нет? Не являетесь. Ну, вы будете сладко, просто не можете раздавать на определенный. Есть определенный круг, соответственно, поступок информации. В настоящий момент проводится расследование, и оглашение каких-то моментов недопустимо. Я понял. До его окончания. Понимаю. Вашу жалобу мы рассмотрим. Рассмотрим. В восстановленной сроке вам будет предоставлен ответ. Спасибо большое. Хотите, можно мне? Да. Обязательно. Примите. Да, конечно. Мы просто пришли сюда не устраивать никаких провокаций, скандалов, все остальное. Мы не придираемся ни к словам, которые там сказаны, с одной стороны, с другой. Так что... Наша задача, чтобы было все всестороннее, в полном объеме, нормально рассмотрено. И без всяких там предзять. Потому что Ситников реально мстит. И это всем здесь известно. Как надзорный орган на вас надежда. Есть абсолютно факты, есть какой-то заинтересованности. Телефоны, переговоры, где он сам говорит о том, что сдайте нам кого-нибудь, чтобы отстали. Так что все это имеется. Там конкретно заинтересованность. Но Ситникова, насколько мне известно, генерал 31 декабря вызывал к себе. И насколько мне известно, должно быть подтверждение в любом случае, что он не будет здесь начальник командира полиции, его переведут. Он не умеет общаться с людьми. Хотя пришли и без всяких этих спокойно, вроде все было. У нас есть какие-то еще моменты, Николай? Да нет, я думаю, все достаточно. Так что очень на вас надеемся, как надзорный орган. Спасибо большое. Есть какие-то нужны данные от нас? Вы тогда в ходе проведения проверки сообщите или как? Ну, ваши контакты есть в уголовном деле? Да, конечно. Ордер имеется в деле. И контакты есть у начальника знания, который проводит дознание. Все есть у них, да. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, сейчас самое главное вам покажем. В одном здании находятся все нужные ведомства. Прямо рядышком. Насколько это удобно всем. Посмотрите, что здесь. Прокуратура Панинского района. Панинский районный суд. Смотрим дальше, что же в этом здании еще находится. Насколько здесь все упрощено. Удобно для граждан и для них самих, для работников. Смотрите, даже следственный комитет Панинского района тоже здесь находится. И не поверите, адвокатская консультация Панинского района. Все на месте. Кусь железа пока горячо. Кусь железа не отходя от кассы. Да, Николай? Классно. Устроились здесь шикарно. Супер. Супер красота. Мы в прокуратуре Панинского района подали жалобу о незаконном, по нашему мнению, возбуждении уголовного дела. Для того, чтобы его прекратили. Мы считаем это просто репрессивные меры со стороны Ситникова. Очень важная информация. 31 декабря 2020 года, прямо перед Новым годом, Ситникова вызвал генерал Бородин на ковер. Ну, явно не по головке погладить. И по нашей информации, Ситникову сказали, что ты, ну, в общем, не умеешь общаться с людьми, ну, если так мягко скажем, да, совсем не умеешь общаться. И поедешь ты общаться с другими людьми, опыта, так скажем, нарабатывать в другой район. По нашей информации, его должны поменять здесь на другого, значит, человека, который, по моему мнению, должен быть более профессиональным. Ну, вот пока такая информация, она пока не подтверждена, но я думаю, она имеет место быть, и в скором времени мы узнаем и подтвердим ее. Редактор субтитров А.Семкин